Друзья, Маткульт, привет! Внезапно, да, в кадре Миша. Скоро будут ролики с Мишей, более серьезные и длинные. Но это через некоторое время. А сейчас... Внезапно я хотел сказать, что теперь не папа слушатель, а я слушатель. А папа знает задачу. И мы проверим, как я буду себя вести на месте папы. Тем более, насколько я понял, тема... Седьмой класс, теория вероятности, первая в истории Олимпиады. Да, теория вероятности я знаю, ну... Ну, он знает, 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 знает. Единственное, что папа упоминал, это что-то про зависимые и независимые события. О, это я только одно сказал, больше ничего. Значит, смотрите. Это ролик. К качеству никаких претензий не иметь, потому что он экстренным порядком врезается в очередь имеющихся сейчас на канале. Дело в том, что до 20 какого-то числа идет Олимпиада по теории вероятности для седьмых классов, первая в истории. Мы будем палить решение, так? Да. И мы сейчас будем палить решение одной из задач. Потому что задача номер 6 сформулирована, на мой взгляд, достаточно не точно. На этом видео Иван Владимирович Ященко получил разрешение, в смысле, да, разрешение, да. Ну, получи. Вот. Только мы не сообщим окончательный ответ. Мы будем, как сказать. Ну, вот, до самого конца, ну, как бы, понятно, мы там... Окей. Ну, короче, ты меня остановишь, когда нужно. Да, я скажу стоп. Либо я ничего не пойму, и папа сам остановится. Значит, я просто в качестве теста сейчас дам Мише эту задачу. И послушаю, что он скажет. Итак, задача по теории вероятностей. Белка считает каждый третий орех в лесу. А там 100 орехов будет, что ли? Ну, там будет бесконечное количество жалудей в лесу, очень много. Я слышал, у нас было на дискроне. Ну, не на дискроне, но, короче, со 100 орехами, и каждый третий, каждый второй. И понятно, что, типа, из-за того, что не делится, будет... Нет, нет, здесь... А тут другая фишка. Любое количество. Значит, есть в лесу очень много желудей, и белка говорит, что каждый третий для нее недостаточно сладкий. И тут пришел кабан... Борзелью делать туку к еду вообще. Приходит кабан и говорит, что нихрена. На самом деле, два из пяти слишком приторные. Вопрос. С какой вероятностью случайно выпавший желудь окажется пригодным и белке, и кабану? Решай. Блин. Хорошо. Так, то есть, для белки у нас бесконечное число орехов? Ну, как бы... Что значит бесконечное? Не орехов, а желудей очень много. То есть, полный дед желудей. Значит, треть желудей... Ну, короче, количество желудей... Ну, да. Треть желудей, значит, это самое... Треть желудей... Значит, короче, N натрий желудей... Слишком... Слишком... Не слишком сладкий для белки. То есть, недостаточно сладкий. Я сейчас буду активно искать подвох и задавать какие-то глупые вопросы. А белка смотрит на все орехи равновероятные, а не попадается? Ну, да. Типа того, да. То есть, примерно в среднем... Натрий, короче, желудей, для нее недостаточно сладкие. Несладкие для белки. Да, то есть негодные для нее. Именно поэтому, ну, короче, негодные. И аналогично для кабана 2,5 N. Н, слишком сладкие для кабана. Слишком сладкие. Да, хватаем первый желуд, попавшийся. Ага. Вопрос, с какой вероятностью он будет годиться и для белки, и для кабана. Ну, нет, ну понятно, что подразумевается, видимо. Непонятно. Непонятно, а то мы речь. Света меня подзывает, типа, и говорит. Вот что-то говорит. Сейчас пообсудим, что она говорит. Короче, вот у нас есть N. Поехал? Да. Не, ну... Что еще раз надо посчитать? С какой вероятностью, случайно взятый желудь, подходят и белки, и кабану? И белки, и кабану? Да. Нет, ну... Окей, они могут как-то так располагаться, да? Сейчас, слишком сладкие, не сладкие. Ну, окей, я понял. Ты понял. У нас бывает... Ну, короче, у них отношение сладкости может быть вот такое для белки и кабана. Неизвестно. Да, неизвестно, неизвестно. То есть, как бы, если ты... Ну, хорошо. То есть, короче, один и тот же орех. Два ореха, один может быть слаще для белки. Ну, то есть, короче, если вот есть два ореха... Вот есть шкала сладостей или нет? Первый слаще для белки, но при этом для кабана второй слаще. Вот такое может быть или нет? Ну, скажем так, теоретически. Ну, если бы это было, например, вкусность... Да. Ну, это абсолютно точно могло бы быть. Смотрите, если было бы вкусность, ответ был бы совершенно очевидный. С вероятностью две трети орех вкусный для белки, и с вероятностью четыре... Сколько там? Три пятых орех вкусный для кабана. И все. Это если речь о вкусности, да? Потому что мы будем считать, что независимо наступает вкусность там и там. Но дело в том, что для сладкости возникает понятие шкалы. Да, возможно, типа, если мы считаем по количеству сахара в орехе... Тогда да, тогда они с разных сторон. Да. И тогда мы дорешивать до конца не будем, да? Потому что иначе мы получим конкретный ответ. Я позвонил Ване, говорю, слушай, непорядок такие задачи давать. Абсолютно непорядок. Он говорит, ну, значит, он говорил про биологию, этого всего. Потом говорит, сейчас, прости, я сейчас позвоню. Позвонил, значит, позвонил. Да, говорит, слушай, да, абсолютно. Ты прям все правильно сказал. Это шкала. Ну да, говорит, задача, конечно, сформулирована некорректно. Ну, прости, как бы первый раз в жизни мы проводим такую олимпиаду. И да, здесь надо было корректно сформулировать. Ну, в общем, ничего страшного, что после этого вы эту задачу очень легко решите. Действительно, организаторы имели в виду, что есть объективная шкала сладости. Ну, и, соответственно, понятно, да, дальше что делать. Вот. Но, естественно, что это совершенно ничего не следует. То есть, это как бы такая задача типичная, задача стрёмная. И очень важная для понимания, что такое независимые случайные величины. А можешь сказать, зачем? Я не очень понял. Ну, ситуация, что орех оказался сладкий или не сладким для белки и для кламмана не является независимым. Если он слишком сладкий для белки, то он, в смысле, если он недостаточно сладкий для белки, то он точно не будет слишком сладким где-то банально. Нет, не обязательно, но если уж для белки достаточно сладкий, то с большей вероятностью. Ну, то есть они на разной стороне, да. Они на разной стороне находятся. Сейчас, где у нас, где? Вот эта сладкость по увеличению? Ну, это просто сладкость по увеличению, да, то есть отрубается вот эта часть вот этого, да. И ясно, что независимости случайных величин здесь нет. Неваживаются информацией о том, что слишком сладкий для кабана, означает, что с гораздо большей вероятностью информация, что он слишком сладкий для кабана, означает, что для белки он уже с гораздо большей вероятностью не подходит, потому что кисловатор. Это зависимые случайные величины. Это очень часто. У нас была теория меры, а теория вероятности пока еще не очень была. Поэтому я об этом немножко плаваю. Как правило, люди предполагают независимость и решают в лоб. Но в данном случае это совершенно не так. Ну а в целом, на самом деле, мне задачи понравились. То есть я посмотрел, задачи классные. Так что я прям, да, считаю, что этот ролик может быть рекламным для всех, для участия в этой первой в истории Олимпиады Петербурга Рятостей. Но все-таки ложечку дегтя я преподнесу. Зачем-то спрашивают СНИЛС ребенка. Это совершенно для нас было шокирующим, чтобы не называть. Потому что поучаствовать без СНИЛС получается нельзя. Но, может быть, организаторы поправят. И последние несколько дней после того, как вы этот ролик, эту графу про СНИЛС уберут. Ну что же, всем откуда-то пока. До новых встреч. До контроля по дискарану. Да, да, я буду решать. Точнее, нифига не буду решать. Контрольную работу по дискаранной математике. Мишину. Продолжение следует. Продолжение следует.